Геннадий Старшенбаум. Психотерапия. Подробный самоучитель для начинающих. Дифференциальная диагностика. Признание проблемы – половина успеха в ее разрешении. Зигмунд Фрейд. Индивидуальный подход к пациенту предполагает предварительную диагностику имеющегося психического расстройства. В России используются диагностические критерии психических расстройств, приведенные в Международной классификации болезней 10-го пересмотра МКБ-10. Международная классификация болезней. 1994 год. Дифференциальная диагностика учитывает симптоматику, клинический синдром, признаки течения, используемые психологические защиты, уровень расстройства, особенности личности и соматической сферы, а также социальный контекст. Начните диагностику с анализа внешности и особенностей поведения пациента. Дряблая склоненная фигура, шаркающая походкой, вялые, замедленные, робкие движения говорят о депрессии. У пациентов с латентным напряжением, страхами и выраженными тиками наблюдается скованная, неуверенная, семенящая походка. Для больных неврастенией с психической гиперактивностью характерны стремительные, размашистые движения. Для больных шизофренией угловатые, рваное движение, не гармонирующие с окружающими объектами. Мужской костюм и прическа у женщины могут свидетельствовать об отрицании своего пола и стремлении доминировать. Серые, сдержанные тона и скромная прическа часто указывают на трудоголизм. Пожимая руку, истеричная пациентка демонстрирует свою значимость и театральную напыщенность чувств. Психостеник делает это робко или подчеркнуто смело, чтобы скрыть свою неуверенность. Психостеник – человек с расстройством личности, при котором характерна тревожная мнительность, неуверенность в себе. Могут проявляться эпилептоидные компоненты, застревание эмоций и мыслительной деятельности, педантичность, а также невроз навязчивых состояний, обсессивно-компульсивное расстройство. Рукопожатие эпилептика чрезмерно сильное и продолжительное. Сжатые кулаки и скрещенные руки и ноги, отстранение или отворачивание отражают стремление отгородиться. Частая перемена полз, ерзанье, суетливость движений выдает напряженность и внутреннее беспокойство. Сидение на кончике стула может означать и стремление привлечь к себе внимание и готовность к немедленному действию. И стремление унять накопившееся напряжение и желание уйти. Перебирание мелких предметов отражает нервозность и неуверенность. Заламыванием рук человек молит о снисходительности. Собирая с одежды существующие и несуществующие соринки, он показывает, что ему не нравится, о чем говорят или что делают окружающие. При тиреотоксикозе глаза у пациента на выкате, так что между зрачком и верхним или нижним веком белеет полоска роговицы. Тиреотоксикоз или гипертиреоз – это состояние, связанное с избытком гормонов щитовидной железы в организме. Больной худеет, становится раздражительным, жалуется на частую смену настроения, плаксивость, усиленное потоотделение, чувство жара, сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, характерно выпученные глаза, трясущиеся руки, резкие движения и неусидчивость. Наблюдается также тремор рук, но он может быть и при истерии, алкоголизме, атеросклерозе. Депрессивный больной боится поднять глаза из-за чувства вины, углы рта и верхние веки у него опущены, над веком образуется трагическая треугольная складка – складка верагута. Названа по имени швейцарского психиатра, описавшего у больных тяжелой депрессией складку в области внешней части верхнего века, придающую лицу скорбное выражение. Под маской жестокости или высокомерия может скрываться боязнь людей и неуверенность. Под маской подчеркнутого послушания – затаенная агрессия и готовность к саботажу. Под маской холодности – взрывоопасный накал эмоций. Ведите диагностическую беседу в направлении от симптомов к ситуации, анамнезу болезни и жизни, особенностям личности. Спросите пациента, что его беспокоит. Его жалобы составят психический статус. Затем перейдите к сбору анамнеза болезни. Узнайте, какие официальные диагнозы имеет пациент и каковы его собственные представления о причинах расстройства здоровья. Уточните, когда он впервые почувствовал болезненные переживания, вплоть до дня и часа. Установите периоды последующих улучшений и ухудшений. Постарайтесь выявить связь начала и обострений болезни с психотравмирующими ситуациями. Однако, в ответ на прямой вопрос пациент поделится с вами лишь рассудочными и, возможно, ошибочными представлениями. Более точную информацию вы получите, спросив, что произошло в вашей жизни, когда это случилось. Что в то время появилось нового в вашей жизни? Кто появился в вашей жизни и кто ушел из нее? Предложите пациенту вспомнить о провалах в судьбе, о ситуациях искушений и неудач, об изменениях на работе и в бытовых условиях. При этом будьте готовы к тому, что о драматических для него событиях пациент может рассказывать как о житейских пустяках. Это может быть связано с алекситимией, трудностью вербализации эмоций, особенно характерной для психосоматических пациентов. Соберите анамнез жизни пациента с помощью следующих вопросов. Расскажите мне еще немного о себе, быть может что-нибудь из детства. Расскажите немного о своих родителях или каким вы были ребенком. Что было для вас важным событием в жизни? Выясните отношения с родителями, развитие в детстве, важные события во время учебы, особенности сексуального развития, как протекала личная и семейная жизнь, как строилась служебная карьера, какова жизненная ситуация больного в настоящее время. В заключение соберите воедино всю полученную информацию и сформируйте развернутый диагноз, клинический синдром, форма самотоформного или соматического расстройства, тип личности, сфера и степень социальной декомпенсации. Соматоформный, сходный с проявлениями соматической патологии, которая исключается при обследовании. Соматоформные расстройства проявляются в виде постоянных соматических жалоб, которые связаны со стрессами и особенностями личности, а не с соматической патологией. Больные обычно противятся обсуждать возможность психологической обусловленности расстройства. Опишите также актуальные темы, области фиксации и конфликтов, неоплаканные утраты, основные психологические защиты, бессознательные фантазии, желания и страхи, центральные идентификации, самооценку, желание пациента сотрудничать, его ответственность, рассудительность, интуицию, чувство юмора и общительность. Используйте формализованную систему диагностики психических расстройств, состоящую из опросника пациента и трех диагностических блоков. Опросник пациента. Подчеркните, как вы в целом оцениваете свое здоровье. Отличное, очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое. Ответьте на каждый вопрос «да» или «нет». Чувствуете ли вы? 1. Боль в желудке. 2. Боль в спине. 3. Боль в руках, ногах или суставах. 4. Болезненность и иные нарушения менструации. 5. Боль или иные проблемы при сексуальных контактах. 6. Головные боли. 7. Боль в груди. 8. Головокружение. 9. Обмороки. 10. Замедленное или ускоренное сердцебиение. 11. Чувство нехватки воздуха. 12. Запоры, поносы или частые мочеиспускания. 13. Тошнота, газоотделение, расстройство желудка. 14. Ощущение усталости или ослабленности, упадка энергии. 15. Нарушение сна. 16. Неконтролируемый, чрезмерный прием пищи. 17. Потеря удовольствия от ранее приятной деятельности. 18. Чувство сниженного настроения, подавленности или безнадежности. 19. Нервозность, чувство тревоги или нетерпения. 20. Беспокойство по поводу множества различных вещей. 21. Приступы тревоги, внезапное чувство страха или паники в течение последнего месяца. Три более утвердительных ответа на вопросы с 1 по 16. Указывают на необходимость использования диагностического блока «самотоформное расстройство». Утвердительные ответы на вопросы 17-18 требуют использования блока «расстройство настроения». Утвердительные ответы на вопросы с 19 по 21 – блока «тревожное расстройство». На каждый из вопросов надо получить ответ «да» или «нет». Расстройство настроения. Депрессивный эпизод. За прошедшие две недели сталкивались ли вы с какой-либо из ниже перечисленных проблем почти каждый день? 1. Трудности засыпания, плохой сон или повышенная сонливость. 2. Чувство усталости или нехватки сил. 3. Плохой аппетит или неумеренность в еде. 4. Потеря интереса или удовольствия от привычной деятельности. 5. Чувство подавленности, угнетенности, безнадежности. 6. Плохие мысли о самом себе. Ощущение того, что вы неудачник или же позволили опуститься себе или своей семье. 7. Трудности сосредоточения, например, при чтении газеты или просмотре телепередач. 8. Ощущение беспокойства, неусидчивости, заставляющие двигаться больше обычного. Если нет, то были ли противоположные явления? Вы двигались или говорили так быстро, что другие люди могли бы это заметить? 9. В последние две недели приходила ли вам в голову мысль о том, что было бы лучше, если бы вы умерли? Или мысль о нанесении себе какого-либо ущерба? Если да, расскажите мне об этом. 10. Более пяти утвердительных ответов на вопросы с первого по девятый, один из которых номер 4 или номер 5, говорят о наличии расстройства. Если получено менее пяти утвердительных ответов, рассмотрите раздел «Дистемия», затем «Субдепрессия». Дистемия – хроническое депрессивное состояние, протекающее с неврозоподобной симптоматикой. 10. В последние два года, больше половины этого времени, часто ли вы чувствовали себя расстроенным или подавленным? Наблюдали ли у себя снижение интереса или удовольствие от жизни? Если нет, переходите к номеру 13. 11. В последние два года часто ли вы ощущали трудности при выполнении привычной работы? Было ли трудно заниматься домашними делами или общаться с другими людьми? Если да, переходите к номеру 15. Субдепрессия – легкий депрессивный эпизод. Субдепрессия – депрессивное состояние, не диагностирующееся как депрессия, не сопровождающееся бредом, галлюцинациями, суицидными тенденциями и обездвиженностью. 12. Был ли поставлен диагноз «депрессивный эпизод?» Смотри номер 10. Если да, переходите к номеру 15. 13. Не менее двух утвердительных ответов на вопросы с первого по девятый, один из которых номер 4 или номер 5, свидетельствуют о наличии субдепрессии. Биполярное расстройство. Биполярное расстройство – маниакально-депрессивный психоз, аффективный психоз, протекающий с чередованием депрессии и мании или других синдромов, например, сверхактивность, пассивность, страх, экстаз. 14. Говорил ли ваш врач о том, что у вас бывают маниакально-депрессивные состояния? Прописывал ли вам литий? Если да, то расскажите, когда это было. Знаете ли вы почему? Ответ «да» говорит о биполярном расстройстве. Органическое расстройство настроения. Органические расстройства настроения наблюдаются у больных с органическим поражением мозга, соматическими заболеваниями и гормональными расстройствами. Проявляются аффективными нарушениями, качественно неотличимыми от наблюдаемых при аффективной патологии неорганического происхождения. Депрессивным состоянием может сопутствовать галлюцинаторно-бредовая симптоматика, а также незначительное снижение когнитивного функционирования. 15. Выявленные симптомы депрессии, возможно, связаны с биологическим влиянием соматического расстройства, медикаментозного лечения либо психоактивных веществ. Утвердительный ответ, возможно, говорит об органическом расстройстве настроения. Тревожное расстройство. Паническое расстройство. Паническое расстройство, эпизодическая пароксизмальная тревожность, это психическое расстройство, характеризующееся спонтанным возникновением панических атак от нескольких раз в год до нескольких раз в день и ожиданием их возникновения. 16. Вы отметили, что в этом месяце пережили приступ тревоги. Случалось ли такое с вами раньше? Если нет, переходите к номеру 32. 17. Случалось ли когда-либо так, что чувство паники приходило совершенно внезапно, как гром среди ясного неба? Если ответ неопределенный, в тех ситуациях, когда вы обычно спокойны или чувствуете себя в безопасности? Если ответ отрицательный, переходите к номеру 32. 18. Случалось ли вам испытывать чувство беспокойства по поводу возможного повторения приступа паники? Или по поводу мысли о том, что у вас что-то не в порядке со здоровьем? Если нет, переходите к номеру 32. Если да, то вспомните свой последний, самый тяжелый приступ. Как только отметите 4 из следующих симптомов, проявившихся при этом приступе, переходите к номеру 31. 19. Чувствовали ли вы нехватку воздуха? 20. Чувствовали ли вы ускорение или замедление сердцебиения? Если нет, переходите к номеру 33. 21. Чувствовали ли вы боль или давление в груди? 22. Вы потели? 23. Чувствовали ли вы удушье? 24. Чувствовали ли вы приливы жара или холода? 25. Чувствовали ли вы тошноту или расстройство желудка? 26. Чувствовали ли вы головокружение, шаткость походки, были ли обмороки? 27. Чувствовали ли вы покалывания или потерю чувствительности в разных частях тела? 28. Чувствовали ли вы озноб или дрожь? 29. Испытывали ли вы чувство, что умираете? 30. Получено 4 или более утвердительных ответа на вопросы с 20 по 30? Если да, речь идет о паническом расстройстве. Если утвердительных ответов меньше 4, ставится диагноз «тревожное расстройство неуточненное». Генерализованное тревожное расстройство. Генерализованное тревожное расстройство – психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определенными объектами или ситуациями. Часто сопровождается жалобами на постоянную нервозность, дрожь, мышечное напряжение, потливость, сердцебиение, головокружение и дискомфорт в районе солнечного сплетения. Нередко может присутствовать страх болезни или несчастного случая, распространяющийся на себя и или на близких, а также другие разнообразные волнения и дурные предчувствия. Чаще встречается у женщин и во многих случаях связано с хроническим средовым стрессом. 31. Чувствовали ли вы нервозность, тревогу или нетерпение на протяжении более половины дней прошлого месяца? В прошлом месяце часто ли вас беспокоило какое-либо из следующих ощущений? 32. Ощущение неусидчивости в такой степени, что трудно сидеть или стоять спокойно. 33. Быстрое чувство усталости от привычной деятельности. 34. Напряжение в мышцах, боли или повышенная чувствительность. 35. Трудности засыпания, плохой сон. 36. Трудности концентрации внимания, например, при чтении книги или просмотре телепередачи. 37. Быстро возникающие чувства раздражения, возбуждения. 38. Получено три или более утвердительных ответа на вопросы с 33 по 38. Если нет, переходите к номеру 43. 39. В течение прошлого месяца вы чувствовали, что отмечаемые вами трудности осложняют выполнение привычной работы, ведение домашних дел или отношения с другими людьми? Если нет, речь идет о неуточненном тревожном расстройстве. Переходите к номеру 43. 40. За прошедшие 6 месяцев, в течение больше половины этого времени, испытывали ли вы чрезмерное беспокойство по поводу самых различных вещей? Отрицательный ответ говорит в пользу неуточненного тревожного расстройства. Переходите к номеру 44. 41. Когда вы чувствуете беспокойство такого рода, ощущаете ли вы, что не можете остановиться? Если да, ставится диагноз «генерализованное тревожное расстройство». Переходите к номеру 44. 42. Вы поставили диагноз «паническое расстройство» или «неуточненное тревожное расстройство»? Если нет, переходите к номеру 44. 43. Выявленные симптомы тревожного расстройства, возможно, связаны с биологическим влиянием соматического расстройства, медикаментозного лечения или приемом каких-либо психоактивных веществ. Если да, то речь, возможно, идет об органическом тревожном расстройстве. Соматоформное расстройство. К соматоформным расстройствам относятся соматизированное расстройство, ипохондрическое расстройство и соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Соматизированное расстройство характеризуется многолетним, повторяющимся появлением разнообразных и изменчивых соматических симптомов. Наиболее частыми являются трудности глотания, тошнота и рвота, метеоризм, боли в конечностях, осложнения при менструациях. Из утвердительных ответов на вопросы с 1 по 15 опросника пациента исключите симптомы, которые не сильно беспокоили пациента в течение последнего месяца. Исключите также симптомы, которые имеют не психогенную, а соматическую природу. Исключите симптомы пунктов 6 и 7, если они появляются только во время панических атак. И симптомы пунктов 13 и 14, если они связаны с расстройством настроения или тревожным расстройством. Если ни один симптом не отмечен как соматоформный, переходите к разделу ипохондрическое расстройство.